Ну и кстати, да, я забыл показать, после кодирования того же самого, как он там называется у нас, КАС, у нас появляются ошибки по блоку, но их очень мало, там приборка, там какие-то контакты, 0x, то есть адресация какая-то, страдает, это ничего страшного вообще в этом нету, это просто как бы, потому что блок переинициализируется, а когда блок переинициализируется, он соответственно у нас как бы выпадает из коншины, и другие блоки это видят и прописывают. ошибки, то есть это абсолютно нормально, когда, например, прошивается мозг мотора на чип тюнинг, он вообще отключается от коншины на это время, если через OBD2 шьется и включено зажигание, и у нас и коробка в аварийный режим встает, и пневмы, и кондиционеры, и ABS, там вообще потом тон на ошибок по блокам, но это нормально, их надо понимать, и никаких проблем как бы не будет ни у кого. Вот смотрите, опять же, Rain Gold, да, то есть, отпишите сами, что вам больше нравится на iPhone или на зеркалку, все-таки на зеркалку лучше, но так как это зеркалка, а не видеокамера, то у нее есть некая проблема с фокусировкой, у нее есть проблема с тем, что процессор ее внутренне перегревается, потому что формат Move не очень хороший у Canon, в плане оцифровки, и происходит отключение записи видео, но зато звук гораздо лучше, чем на iPhone, потому что микрофон установлен как бы такой, вокальный, сверху. Вот, ну, сейчас, Rain Gold, ну и, кстати, да, бонусом, сейчас быстренько покажу, как сбросить топтацию коробки, потому что, например, на этой машине стоит джемовская коробка, вон, видите, сколько у нас тут, 7 сбоев, 7 сбоев, сейчас посмотрим, что, видимо, так как у нас вот чек, обращаю ваше внимание, не горит, но это не значит, что нету ошибок 29F5 и 29F4, то есть по контролю, да, патализаторов, потому что они накопительные свойства имеют, и если они там появились один раз, вот, по DME, то, может быть, они, как бы, еще счетчик не накопил нужное значение, чтобы они, бы, загорелся чек, потому что когда он один раз возникает, чек не загорается, два раза возникает, чек не загорается, а вот раза 3-4 возникает, то уже чек загорится, там, или 5, это, кстати, чип-тюрингом правится, чип-тюрингом правится, да, ABS опять там у нас, вот, и некоторые люди после чип-тюринга получают проблемы, что ошибок нет, особенно на дизелях, то есть по сажам, по EGR, по свечам, накалам, ошибок нету, а проблемы есть, потому что просто область данных этих карт затирается, ну, то есть ошибка, фактор возникновения ошибки присутствует в логике работы двигателя, а ошибка в область памяти не прописывается, смотрим, что за 7 ошибок, так, нет, что за 7 ошибок у нас появилось, ну, вот, как я вам говорил, видите, пока там есть ошибки 29F4, 29F5, по Ванусу ошибку у нас есть на выпуск, ну, как бы, слава богу, ездим пока вообще прекрасно, а вот эти все ошибки, вот, они, видите, 4, я даже не хочу в них разбираться, это все, видите, там, передатчик, отправитель, КАС, ЛГК, вон, как бы, ну, это, то есть, основные 3 ошибки, вот, по двигателю, и я планирую, кстати, скоро записать видео, как сделать декад, сначала на дорестайл с MSV70 без изменения прошивки, а потом уже на рестайл, MSV80, и постараемся, как бы, не то, что разрушить миф, который, там, на БМВ-посте создан, что нет по ДН-52 без кат-прошивки, ее реально, как бы, нету, пока не поправишь бинарник на столе, не сольешь с блока, там, или через ОБД-2, но, в принципе, есть некие манипуляции, которые позволяют сделать это, без, через вот этот декановский шнур без справки бинарника, чтобы, реально, кат, контр, ошибки пропали, чек пропал, и контроль ката отключился, вот, и отключится также SWV у нас, глушим машину и включаем зажигание, вот, также у нас пропадет, ну, короче, там все, что с катом связано, и расход даже упадет на 2 литра, выбрали коробку, вызываем функцию ЭБУ, мощный, по джемовской коробке нету, у нас, вот, видите, в активации детали по ZF коробке есть сброс адаптации, тут нету, вот, а еще раз показываю, коробка джемовская, GM5, тут нельзя сбросить у нас адаптации, мы входим в сервисные функции, привод, вот, блок управления коробкой передач, коррекции, замены масла, и мы будем менять масло, типа, на нашем автомобиле, запустить поиск в коробке, естественно, физически ничего меняться не будет, но блок сбросится, и хуже от этого явно не станет, потому что там никакой, как раз после замены масла в старой коробке может стать хуже, вот, продолжить, продолжить, произведена замена масла, ну, конечно, мы поменяли, пишем, вот, запустить обнуление, вон, чащики закрутились, обнуление пошло, видите, так как я описал, вот, мы проехали на машине где-то, может быть, тысячи пять после прошлого сброса, и она уже посчитала, что масло постарело на 5%, то есть, косвенно, поэтому можно пробег как-то определить, ну, это все фигня, конечно, потому что могли сбрасывать столько тысячу раз его, вот, то есть, пять процентов за пять тысяч, грубо говоря, уменьшилось, то есть, завод-изготовитель рассчитывает наше масло где-то на сто тысяч по этой коробке, получается, то есть, мы считаем, сто тысяч проехали, пора поменять, потому что за пять тысяч пять процентов ушло от свежести масла, но не суть, то есть, все, сбросили масло, сейчас посмотрим, как будет себя вести машина, закрываем Рейнголд, так что следите за ютуб каналом, будут новые видео по БМВ, и не только, так что давайте, до скорых встреч!